На всех телеэкранах России в новом боевике расследований фигурируют реальные имена и фамилии реальных граждан. Лидеры оппозиции Алексея Навального, например, или вот Уильяма Браудера, главы фонда Hermitage Capital. Но представленные факты, по мнению независимых экспертов, по обе стороны океана ничего общего с реальностью не имеют. Главные герои фильма, снятого под чутким руководством знаменитого Дмитрия Киселева, названы шпионами западных спецслужб. На кинопремьеру агента «Фридом» попал Николай Старабахин. Громкое разоблачение российской оппозиции показал один из центральных государственных телеканалов. В воскресенье вечером в итоговой аналитической программе вышел 15-минутный репортаж. Журналисты, опираясь на некие секретные документы, заявили, один из лидеров оппозиции Алексей Навальный, платный агент иностранных спецслужб. Навальному необходимо организовать финансовую поддержку для выполнения его задач в рамках специальной операции «Дрожь» по подрыву действующего конституционного строя в Российской Федерации. Многих зрителей привлекла не тема сюжета, а его исполнение. Оказалось, в документах, показанных журналистами, британские и американские разведчики пишут по-английски с детскими ошибками. Даты в переписке стоят в обратном порядке. Агент ЦРУ, фигурирующая в расследовании, на самом деле была уволена за два года до описанных событий. Да и голос, принадлежащий Навальному, не смог опознать ни он сам, ни те, кто с ним знаком. А один из якобы секретных документов – точная копия старого бланка, давно гуляющая в сети. Просто взяли бланк, условно говоря, замазали текст, который был в оригинале о пытках при допросах террористов. Изменили текст на якобы подготовку к государственному перевороту в России. Некоторые из очевидных ошибок авторы фильма исправили. Буквально через несколько часов после первого эфира. Но и тех, что осталось, хватает с лихвой, чтобы усомниться, а был ли шпион. Впрочем, для журналиста Олега Лурье, одного из экспертов расследования, ответ очевиден. Погрешности, может, и были, но в деталях. А суть бесспорна. Почему никто не разоблачает основной смысл этих документов? Нет, они с ним согласны. Они сообщают, что там буковка не та написана, а надо написать по-другому. То есть опровергните саму суть. Никто не опровергает саму суть. Это само собой подразумевается, что они есть, эти документы, что они правдивы. В этом месте непосредственно встретила бригада «Россия-24». Роман Рубанов, директор фонда борьбы с коррупцией, тоже попал в кадр. И узнал, что их московский офис, по мнению журналистов, находится в Киеве. Ошибка тетровальщика или намеренный ход привязать еще и украинский след. Такое журналистское расследование сотрудника фонда просто позабавило. Если бы были доказательства на Навального, они были бы гораздо более серьезные, гораздо раньше всплыли бы. Этих доказательств нету, ну просто физических нет. Остается только придумать, чем занимается, собственно, Дмитрий Киселев и программа «В 10 недели». И придумывают они, к сожалению, плохо. Настолько плохо, что теперь над ними всеми смеются. Причем смеются даже внутри самой России, России сегодня. Обвинение в фальсификациях с одной стороны, обещание продолжить расследование с другой. После воскресного сюжета анонса полную версию фильма ждали с нетерпением. И те, кто поверил журналистам, и те, у кого их репортаж вызвал улыбку. Но итоговый вариант зрителя скорее разочаровал. Оказалась полная версия. Всего она 10 минут длиннее, чем показанный фрагмент. Зато в обсуждении после фильма эксперты объяснили, ошибки в именах и в английском языке специальны. Так, мол, принято у спецслужб. А к желанию главного героя Алексея Навального подать в суд на своих разоблачителей, авторы отнеслись спокойно. Но там очень хитро он сделал. То есть я подаю в суд, то есть если я его выиграю, значит все, вот они не правы. Но если я его проиграю, то это кровавый режим, купивший суды. То есть тут игра в одни ворота. Как вот с этими людьми, возможно, как-то аргументированно общаться. Авторы расследования уверены, это оппозиционеры нарушили сразу несколько статей Уголовного кодекса. Впрочем, единственная юридическая реакция на фильм была от Алексея Навального. Политик написал заявление в ФСБ, но самого себя. Попросил проверить факты, не является ли он случайно американским шпионом или агентом, работающим на иностранную разведку, а либералам тональность журналистских высказываний напомнила 1937 год. Только тогда, после подобных материалов, следовали показательные расстрелы. Они объявили в прямом эфире на всю страну, они объявили, что он шпион, что он отвечает за, что он ответственный за убийство Сергея Магнитского и так далее, и ничего не происходит. Это истерика. Это истерика, когда они совершенно не понимают своих реальных возможностей. Они так долго управляли страной с помощью телевизора, что теперь им кажется, что достаточно что-то по телевизору сказать, и это как бы уже случилось. Фильм ВГТРК заканчивается многозначительной фразой. Журналистам попали в руки тысячи документов, и на поверхность всплыли лишь немногие. А значит, возможны новые разоблачения. Все это словно калька громкого панамского скандала. Только тогда в коррупции обвиняли представителей власти. Многие эксперты убеждены. Таким образом, Кремль просто ответил своим критикам. Как известно, лучшая защита – это нападение. И в этом смысле даже подобное расследование, вызвавшее насмешки и споры на руку властям. Понятно, что в большей степени он для официальных властей будет успешен. По той причине, что вот это некачественное расследование покажут по телеканалу с огромной аудиторией, миллионной аудиторией. А опровержение мы, и фонд, и Алексей Навальный донести до той же самой аудитории никак не можем, потому что у него нет таких медийных ресурсов. Телезритель, тот, который будет невнимательней от таких, к сожалению, большинство, он, наверное, поверит этой информации. Фильм против Навального – уже второй за месяц информационный удар по оппозиции. Прежде в объектив государственных телеканалов попал Михаил Касьянов. Журналисты НТВ показали человека, похожего на Касьянова, прямо в кровати с обнаженной женщиной. Последний раз такую голую правду российское телевидение демонстрировало в 99-м году. В разгар информационных войн в эфир попал человек, похожий на генпрокурора. И вот теперь, в эпоху, казалось бы, журналистской стерильности, снова как привет из прошлого. На мой взгляд, использовать в таком виде журналистику для власти – это тоже унижение своих возможностей. Унижение и показатель слабости. Когда ты на любое слово оппозиции говоришь, что он враг, на любое слово и предложение оппозиции ты говоришь, что это все проплачено откуда-то, ну, это не лучший метод. К тому, что журналистика теперь используется для борьбы с инакомыслием, в России привыкли. И в этом смысле нынешняя кампания гораздо эффективнее информационных войн прошлого. Ведь сейчас почти все орудия бьют в одну сторону. Удары наносятся из Кремля. Понимая реальность, они понимают, насколько все плохо. И им нечем ответить. И поэтому истерика. И поэтому вся эта мерзость на телевидении с Касьяновым, с Навальным и так далее. И поэтому меня это так сильно беспокоит. Речь идет о том, начнут они кампанию таких хаотических репрессий или не начнут. И вот после просмотра этого фильма у меня возникло впечатление, что скорее началось. Подобные расследования в ближайшее время могут появиться в эфире снова. Ведь уже через пять месяцев в России выборы в Государственную Думу. Николай Старабахин, Дмитрий Гусев, Артевяй, Москва. Продолжение следует...